МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После вечера в Украине на Интере подробности. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они едва не погибли за Родину. Нужны ли теперь государству сотни раненых и покалеченных бойцов? Коалиционный пасьян. Главные игроки будущего парламента сделали ставки. Арифметика нарушений. На каких участках считаются скрипом и почему? Жизнь после войны. Какая она у тех, кто вернулся цел и невредим, и у тех, кому предстоит еще долгое лечение? Сотни раненых и покалеченных бойцов. Кто на самом деле ими занимается? Когда правительство занимается чем-то другим? Подробнее наши корреспонденты. С тех пор рядовой 14-го батальона тер обороны Александр на лечении. Контузия, гематома на почках. От осколка крупнокалиберной мины спас бронежилет. О своих послефронтовых скитаниях Сажа рассказывает неохотно. Пока лежал в больнице, лечили бесплатно. А вот когда выписали, все расходы стали его личной заботой. Таких, как Саша, сейчас сотни государства, как правило, обеспечивает только начальный курс лечения, выделяет одноразовую помощь. Дальше сами. Ну а о элементарной психологической реабилитации речь даже не идет. То, что происходило, по крайней мере, с афганским синдромом, это будет повторение, но более жесткое повторение. Не так много людей, которые смогут справиться внутренне с тем, что сейчас происходит. В советской послевоенной хронике фронтовиков инвалидов почти нет. Великая страна не хотела показывать, какой ценой досталась победа. Виктор Соколов в 45-м получил тяжелое ранение под румынскими ясами. Вспоминает, в первые годы пенсии после войны 300 рублей по инвалидности едва хватало на неделю. Очень много было раненых, безногих. Правильно побирались, сходили. Государство не очень-то внимательное к этим людям. Эти люди, они как бы наклебники у государства. Помоги, какие люди нужны. Не уготовано ли подобное участи ветеранам АТО, если мобилизованным бойцам государство еще хоть как-то помогает, то судьба добровольцев – забота исключительно волонтеров. Очень тяжело добиться помощи от государства. По бумагам, да, есть помощь. Доброволец Олег Толмачев надеется, что все-таки встанет на ноги и будет ходить. Уже два месяца он прикован к постели, полностью раздроблена кость ноги. Единственный шанс на полноценную жизнь – дорогостоящая операция. Деньги собирают волонтеры. Сумма 94 тысячи в общем указана на все заборы тканей, выращивание непосредственно клеток. Такие более дорогостоящие лечения, то у больших государств вряд ли будет оттолчивать. До такого уровня у нас еще страна не на таком уровне. В чем и как измерять уровень ответственности правительства Олег не знает. Волонтеры для него только за неделю собрали почти 10 тысяч гривен. Вот и вся надежда – только на простых людей. Алена Завора, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности – телеканал «Интер», Черкасская область. Ну и о выборах, точнее о результатах. ЦИК почти на финише. В комиссии обработали 99,2% бюллетеней. И вот на 7 вечера, интриги уже нет, в парламент проходят те же 6 политических сил. Во главе списка Народный фронт, у него 22,2% голосов. На полшага позади блок Петра Порошенко – 21,8%. У объединения «Самопомощь» все те же 11%. Чуть меньше оппозиционного блока – 9,4%. Радикальная партия набрала почти 7,5%. И шестой преодолевает проходной барьер в Раду Батькивщина. У нее 5,7%. И вот теперь снова прикидываем, сколько штыков в новом парламенте получит каждая политсила. Вот посмотрите, Народному фронту достанется не менее 50 депутатских значков. На один меньше – 49. Блок у Петра Порошенко. «Самопомощь» может рассчитывать на 25 кресел. 21 мандат будет у оппозиционного блока. Радикальная партия получит не менее 17 мест, а Батькивщина – 13. Теперь о мажоритарщиках. Сегодня новая порция известных, по-разному, правда, имен тех, кто точно попадет в Раду. Волынская область. Оттуда придет ныне действующий депутат Игорь Еремеев. От Донецкой области – регионал, брат экс-главы администрации президента Сергей Клюев. И еще один регионал – Игорь Шкиря. Бывший спикер Владимир Литвин идет в новый парламент от Житомирской области. Это уже традиционно. От Киевской – казак Гаврилюк. Одержал победу на выборах, правда, теперь в Кировоградской области. Олесь Довгий. Львовян будут представлять сотник Поросюк и экс-министр здравоохранения Олег Мусий. Область Харьковская выбрала регионалов Валерия Писаренко, Дмитрия Святоша, Виталия Хамутынника и Дмитрия Добкина, брата бывшего губернатора. Прошел в Раду и одиозный Антон Яценко. От Черкасской области и от столицы в парламенте будет еще двое. Продюсер Евгений Рыбчинский и когда-то правая рука Виктора Ющенко – Александр Третьяков. Оба они от блока Петра Порошенко. В ЦИК продолжает работу моя коллега Валентина Левицкая. Она на связи. Валя, здравствуй. Есть какие-то свежие новости из Центра Сбиркома на эту минуту? Прошу. Добрый вечер, Алексей. Меньше 1% осталось подсчитать. Ты все правильно сказал, но это в электронном виде. А сегодня целый день в Центр Сбирком приезжали представители окружных комиссий из всех регионов. Медленнее всего почему-то считают в Донецкой, Луганской и Одесской областях. А вот, кстати, из Донецкой области сегодня приехала окружная комиссия номер 50. Это та самая, о которой гражданская сеть опора сказала, что там зафиксирована какая-то уж слишком высокая и необычная для этого региона явка избирателей. Мы специально пообщались с представителями этой окружной комиссии, и вот как они объяснили нам такую высокую явку. Предлагаю послушать. Если на президентских выборах было около 17%, то в этот раз практически до 50%. Ну, наверное, этим все сказано. Думаю, раз придет новый Верховный Совет, значит, он наконец-то должен заработать, петь в унисон и какую-то пользу оказывать в Украине. Продолжение следует... ...копа избирателей и других нарушений. Впрочем, глава этого окружкома заявил, что у них была всего лишь одна жалоба на какие-то нарушения, да и та была составлена тоже с нарушениями, поэтому они ее даже не рассматривали. В Центр избиркоме документы приняли, но обещали очень серьезно вникнуть в детали и очень серьезно разобраться. Вот такие новости на этот момент, и я предлагаю послушать, как же объяснил вот такое вот поведение председатель вот этой комиссии номер 102. Как же так, что там не было никаких нарушений? Так что в этой истории, видимо, точка еще не поставлена. Сегодня за день Центральная избирательная комиссия приняла документы от 40 окружных комиссий. Это примерно чуть больше, чем пятая часть от всех комиссий, так что завтра здесь будет очень большой наплыв окружкомов из регионов. Алексей? Точки не поставлены в историях еще нескольких окружкомов, Валя. Мы об этом будем говорить в этом выпуске немного позже. Спасибо тебе за работу. Это была Валентина Левицкая с последним новостями из Центра избиркома. Львов полон слухами. Все обсуждают своего мэра. Останется ли он на месте, или пойдет в Киев, или он туда не пойдет. Тогда какие у него перспективы? Что найдет Львов, а что потеряет? Подробнее Андрей Кровец. Вот такая телевизионная картинка – секрет успеха мэра Львова, в который он не имеет никакого отношения. Цветы в уютных кафе, созданных предприимчивыми горожанами, на старых улочках, которым уже стоит даже 200 лет. В частности, этот образ, по мнению ученого-политолога Юрия Швиды, сыграл главную роль в сознании иногородних избирателей. Моя глава, который обязан обеспечивать дотримание вимог Конституции, в законе Украины, говорит про то, что закон законом, знаете, с неважного. Закон законом, а у нас в Львове есть здоровый голос. На закрытой страничке в фейсбуке львовская политика – обсуждение, куда пойдет садовые после выборов, вернется ли во Львов или пойдет рядовым на фронт. Есть версия, что может отправиться в результате политических торгов на пост вице-премьера. Последнее удивляет их с депутата. Четыре года назад даже свое же городское управление юстиции не зарегистрировало устав общины Львова, подготовленный мэром. Вот так, например, выглядят местные общежития. Слишком много нарушений прав горожан. Попередний опыт на уровне Львова в вопросах функционирования житлово-комунальной сферы, в частности формирования тарифов, водопостачения, теплопостачения, послуги ЖЭКов, транспортные послуги – это порушение прав потребителей существенное. Я надеюсь, что не дойдет дело до того, чтобы эти принципы управления и использования бюджетных денег, которые есть в Львове, чтобы они были использованы на загальноукраинском уровне. Результаты выборов позволяют думать львовским политическим аналитикам, что цели мэра куда выше. Я уверен на 99,99% что цель Андрея Ивановича – это не был проход самопомощи в Верховную Раду. И амбиции в него больше, чем просто Верховная Рада. Больше того, что безусловно он в Верховной Раде не присутствует. То есть, однозначно, мы такую позицию 50-го непроходного месяца можем оценивать как просто старт президентской кампании. Между тем, претензии к садовому у горожан и силовиков, уже известных Львову, но еще неведомых всей Украине, в избытке отмечает политолог. Это может угрожать даже мэрскому креслу. Что касается Андрея Ивановича, то навколо его деятельности аж надто много критиков, особенно после Евро-2012. Я думаю, что в любом случае, даже не идти, скажем, на какие-то посадки на уровне государственного, для него была бы очень серьезная загроза на следующих выборах міського головы. Светлана Нефедова, Константин Григорьев. Подробности – телеканал «Интер». Коалиция – это как игра в карты. Покер, преферанс или и то, и другое вместе, но с примесью подкидного. Если это не проходит, то как шахматы, но а-ля шашки. Кто с кем играет, в какие игры, и при чем тут обещания народу, выясняла Екатерина Лысенко. То пусто, то густо. На третий день разговоров о коалиции появилось оно, то самое соглашение. На перегонки народу показали сразу два текста. Стартовал блок Петра Порошенко. Догонял народный фонд. 48 страниц. Это коалиционное соглашение от блока Петра Порошенко. В основном тут законные реформы, первоочередные. О самой коалиции пишут, она открыта для кого угодно, но с согласием остальных. И выйти из нее молча не получится. Предупредить нужно хотя бы за 10 дней. И вышедший рискует остаться без своего министра. Его сразу же может уволить Рада. Если Кабмин нарушит соглашение, его отправят в отставку. И депутаты обязуются это обеспечить. А чтобы министры не расслаблялись, ежемесячно весь Кабмин ждут у трибуны с отчетом. У Порошенко текст появился вчера вечером. Премьер устроил презентацию сегодня под предлогом заседания правительства. У Яценюка соглашение скромнее всего на две с половиной страницы. Но в основном все о Кабмине до министрах. Предлагают, чтобы кандидатов выдвигали партии. Дальше претендентов ждут двухчасовые публичные слушания с презентацией реформ. Но выбирать-то все равно будет парламент по своим политическим интересам. Пока же общего в двух соглашениях. То, что видеть на своей скамье хотят батькивщину, самопомощь и радикальную партию Ляшко. Но теперь у партий главная борьба за право первой ночи. Через соглашение подпишут. Каждое одеяло тянет на себя. И даже душком шантажа попахивает. Политичная партия «Народный фронт», которая посела первое место на этих парламентских выборах, обязана начать процесс формирования коалиции. Если коалиция не сформировается на этих принципах, то это абсолютно нормально. Инша партия берет на себя процесс формирования коалиции. И тогда в стране будет и другой премьер-министр. Блок Петра Порошенко, наша команда, по передним розрахункам отримает найбільшую фракцию в парламенте. Я мову веду за многомандатные округи и одномандатные округи. А мова идет о наших мажоритарных кандидатах. За количество голосов мы лидируем, оскільки я уверен в том, что на выборы ходят не проценты, на выборы ходят люди. Мой будущая фракция партии Блоку Петра Порошенко складает где-то от 120 до 125 депутатов. И часть самовыслованцев может до нее приедаться. В тот момент, как фракция Однородного фронта, где-то 80 депутатов. То есть физически президентская фракция больше. И, конечно, это даёт основы для каких-то кулуарных игр. Я сегодня могу попробовать створить коалицию под себя. Президент – коалицию под себя. А вот так вроде все молчат. И все понимают – за каждое кресло битва, а за некоторые – целая война. Представники Народного фронта имеют и премьер-министра, и спикера. Вот тут вот вопрос, скажем, а чем удастся им зберегти за собой и спикера? Знак вопроса. Так, потому что раньше за все нет. Силовый блок – это очень важный ресурс. Ну, жаль, Кабинет Министров за эти півроки, в которых он работает, не показал свою эффективность, хотя бы в каком-то направлении. Насправді, никакой реформы, не те, что не проведено, даже не распечатал. Политтехнологи намалювали хорошую картинку. Наше главное задание на сегодня – сделать все для того, чтобы мы все-таки достигли консенсуса при укладении коалиционного угода, а не компромисс. На коалиционные предложения ответили только в Батьківщине, сразу с оговоркой. Им не надо министерских кресел. Им и не предлагают. Нам спільними зусиллями треба створити единую коалиционную угоду, яка врахує все пропозиции всех команд. Самопомощи молчат. Пауза зависла, но Станиславским там и не пахнет. Поговаривают их лидеру, предлагают кресла вице-премьера. Торги продолжаются. И у нас в студии вице-премьер Украины Владимир Гройсман. Здравствуйте, Владимир Борисович. Вот вы видели, что сегодня... Вы смотрели с нами вместе сюжет. Видели вы сегодня, что показал премьер-министр Украины. Две с половиной страницы договора. Чем они отличаются от тех 48, которые презентовал президент? Вот чем ваши 48 отличаются от этих двух с половиной? Я хочу отметить, что, ну, во-первых, про то, что завершается виборчая кампания. И сегодня, по предыдущим рассмотрениям, которые есть в Центральной выборной комиссии, мы рассчитываем от получать фракцию не меньше, чем 130 депутатов. Вона будет самая-найбільшая. А что касается голосов, которые мы получили на выборах, то мы получили больше, чем на миллион голосов, чем любая другая политическая партия или партия, которая заняла второе место. Поэтому для нас важно сегодня коллекционные угоды не с точки зрения перетворить это в какие-то торги или квотные принципы. Для нас важно. Это план развития и реформирования нашей страны. Это принципово, потому что мы другого шляха не видим. И я бы хотел, чтобы все разговоры ишли не за портфели, а за то, которое будет Украина буквально, когда начнет работать. Это было в сюжете. Моя коллега детально уже попыталась это проанализировать. Вы не ответили на мой вопрос. Чем отличаются коллекционные предложения от премьера Яценюка и президента Порошева? Наша коллекционная угода, которую мы в понедельник передали нашим партнерам всім и сегодня опубликовали, она имеет очень четкий план реформ в всех сферах жизни. Как мы должны бороться коррупцию, как децентрализовать владу, как провести другие реформы, которые сегодня ожидает края. А что на двух с половиной страницах, которые сегодня презентовали? Мы почитаем, какие там загальные принципы визначены. Но я хочу зазначитесь, что... Вы не успели брать честь двух с половиной страниц? Я их просто в руках еще не тримаю. Но я хочу зазначитесь, что, чтобы не было написано, мы подготовили проект угодов для дискуссий с нашими партнерами потенциальными. Каждый может высловить свои бачения. Понятно. Владимир Борисович, а почему так происходит, что вы не садитесь за стол переговоров негласно, не обсуждаете все и не выходите к обществу, не договариваетесь о коалиции и не выходите к обществу с одним проектом договора? Это же, тем более президент дал на это вам ни много, ни мало, 10 дней, по-моему, срок вполне достаточный. Почему каждая из сил выходит со своим проектом? Извините, но это попахивает перетягиванием одеяла. Или вы так не считаете? Ни в каком разе. Я думаю, что будь-який процесс, в том числе и коалиційные угоды, мае быть открытым, публичным и зрозумимым для общества. Не треба жодных кулагарных договорностей. Тому мы в понеделок абсолютно честно подготовили основу коалиційных угодов и направили нашим партнерам для обговорения подальше. Сегодня мы опубликовали. Я думаю, что общество тоже мое оценивать, какие кроки мы будем делать, потому что часа у нас нет. Мы должны сформулировать коалицию через 10 дней, как вы говорите. Мы должны продолжать голосовать законы, которые позволят нам начать жить по-новому с 2015 года, с 1 сечня. Если заводить кулагарные договоренности, если сегодня говорить про то, кто, который займет пост, я думаю, что мы ни до чего доброго не прийдемо. Поэтому наше завдание сегодня – объединяться со всеми демократическими силами. Мы абсолютно в этом открыты. Мы хотим, чтобы каждый, кто будет брать участие в этой коалиции, демократичный, украинский, проевропейский, взяв на себя обязанности очень четкие. И это я принципово уважаю. Все ясно. Спасибо. Договаривайтесь. Мы очень этого ждем. Спасибо. Это был Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Украины. Пока, кто знает, какой пост вам достанется после коалиции Ады. Посмотрим. Продолжим выпуск. Еще об одних выборах. На оккупированных территориях. Там 2 ноября террористы планируют избирать свой парламент. Президент Украины заявил, что псевдовыборы в так называемых ДНР и ЛНР не будут признаны в мире и поставят под угрозу Минской договоренности и мирный процесс на Донбассе. Перед этим Порошенко два дня вел переговоры с мировыми лидерами. Ну и теперь зона АТО. Последние новости оттуда от наших корреспондентов. Начнем с Вениамина Трубачева. Веня, здравствуй. Мы тебя слушаем. Где ты был сегодня? Что тебе удалось увидеть? Да, Алексей, сегодня боевики обстреливали украинские блокпосты вблизи Дебальцева. И, в принципе, стрельба на этом участке фронта не прекращается ни на день. В частности, блокпост, на котором мне удалось побывать сегодня, подвергся серьезной атаке сегодня утром. Также, по словам военных, несколько снарядов взорвалось и в жилых кварталах города Дебальцева. Раненых и погибших нет. А из чего следуют? Какие нападения? Как они часто? В основном это грады и артиллерия с России. То есть, в основном точные удары по блокпостам, по людям. Ну, и вообще, даже иногда мажут и, получается, попадают в город и разрушают город. Украинские военные в ответ не стреляют. Им запрещено использовать тяжелое вооружение. А стрелковое оружие разрешено применять только в целях самообороны. В то же время, часто разведчики и диверсанты боевиков подбираются уже совсем близко к украинским блокпостам в пригороде Дебальцева. Поэтому военные периодически стреляют по зеленым насаждениям вокруг своих позиций. На передовой украинские бойцы получили и новое оружие. Оно действительно новое, но только произведено еще в советское время. Например, мне показали пулемет 1974 года сборки. Получается, что 40 лет оружие лежало на складах. Вот только сейчас пригодилось. И военные сейчас занимаются пристрелкой. Зброя не новая, все радянская. Но в хорошем состоянии, новенький складыватель. Працует безвозгласно. Солдаты понемногу готовятся и к холодам. Запасаются противовирусными препаратами и теплыми вещами. Прямо во время съемки приехал грузовик с берцами и зимними штанами. Однако качество этой экипировки, выданное армейским руководством, разочаровывает рядовых бойцов. Особенно это касается обуви. По сути, это кирза даже. Она жесткая, в ней часто можно натирать ноги. Вот эти вот места слабые, они рвутся очень. То есть они, ну, при хорошем таком, знаете, их использовании, эксплуатации, ну, может быть, там, месяц. Вот. Это еще самый такой большой срок. Также есть информация относительно Донецкого аэропорта. Там снова сегодня стреляли, однако они так интенсивно, как в предыдущие дни. И можно уверенно говорить, что украинские военные продолжают контролировать терминалы и взлетно-посадочную полосу аэропорта в Донецке. Что касается обстановки по другую сторону фронта, среди террористов снова вспыхнул конфликт. В интернет попала съемка с камер видеонаблюдения. На этих кадрах одна из банд боевиков избивает другую группировку. И под горячую руку даже попали обычные прохожие. Что не поделили террористы, сейчас вот точно неизвестно. Также в ближайшие дни возможны провокации со стороны боевиков. Это говорят в СНБО. Так, по данным разведки, террористы переодеваются в форму украинских нацгвардейцев. И есть подозрения, что они готовят какие-то взрывы и нападения, которые приведут к масштабным жертвам, чтобы потом обвинить как раз украинскую сторону. И продолжают поступать такие тревожные сообщения от местных жителей, что новые колонны российских войск заходят со стороны Ростовской области. И теперь уже эту информацию официально подтвердили и в украинском совбесе. Вот это последние новости, Алексей. Спасибо, Вениамин. Это был Вениамин Трубачев из зоны АТО. И вот еще одна новость оттуда. Боевики из артиллерии обстреляли позиции украинских военных возле поселка Толоковка. Это пригород Мариуполя. И там сейчас находится моя коллега Людмила Горбач. Люда, здравствуй. Что-то известно о пострадавших или нет? В 20 километрах на восток от Мариуполя, вокруг позиции украинских военных, сегодня с самого утра летали беспилотники террористов. Чуть позже в районе поселка Водяное начался бой. Боевики воевали друг с другом. А ближе к обеду под обстрелом уже были и украинские военные, и жилой массив в ближайшем поселке. И открыли в огонь с початкой с листвольной артиллерии, а потом с використанием РССВ «Град» по позиции к вискозрубовцей украинской армии в районе населом пункта Толоковка. Нам удалось по телефону связаться с военными, которые были на линии огня. Вот что они нам рассказали. Начала работа тяжелая артиллерия, потом залпы из Градов. Двухсотый и два двухсотых. Сейчас он без ног, и руки почти нет. Надо кто-то лежит, не знаю, живой будет, не будет. Один там лежит, один легкий. Что-то дальше будет более плотный осмотр. По концу дыму ни хрена не видно. Разворученный БТР. В штабе АТО ближе к вечеру подтвердили информацию уже о двух погибших украинских военных. Они умерли в больнице. Есть один раненый. В реанимации Мариупольской больницы скорой помощи сейчас находится еще один тяжело раненый украинский военный. Он пострадал накануне в другом бою вблизи Мариуполя. Минувшей ночью за его жизнь боролись и гражданские, и военные медики. В процессе операции пришлось вызвать военных хирургов сосудистых, восстановить проходимость артерии для того, чтобы спасти ногу. Бойцу нога спасена. Сегодня мы также побывали вблизи Волновахи. На блокпосту нам показали трофей. Это пушка, которую украинские защитники отбили у противника, у террористов. Оскільки перед нами находится села Новотроевский Бугас, которая за последние тижни очень сильно потерпает от российских обстрелов. И нам уже не раз, может быть, и не два доводилось, селян, которые поранены, до приезда швидкой допомоги, надавать им медичную допомогу. На эту минуту в самом Мариуполе ситуация остается спокойной. Иногда слышны залпы, но это звуки обстрела из соседних поселков. Алексей? Ледочка, спасибо тебе огромное. Это была Людмила Горбач, она работает под Мариуполем. Неспокойно и в Луганской области активные бои идут в районе поселка Смело и Первомайска. Ранее там боевики выдавили защитников 32-го блокпоста. Сегодня под огнем оказались бойцы 31-го блокпоста. Также от боевых действий пострадали и мирные жители. Подробнее об этом может рассказать мой коллега Руслан Смещук. Руслан, здравствуй. Ты на передовой, что тебе известно? Мы тебя слушаем внимательно. Алексей, ну вот сегодня днем мы побывали на 29-м блокпосте. Пытались добраться до 31-го блокпоста. Сейчас это передовая. Но вот на данный момент там, что называется, запретная зона. Вот все то время, что мы находились на позициях, постоянно грохотало и были слышны звуки взрывов. Бойцы рассказали нам, что в последние несколько дней там идут активные боевые действия. Причем с применением, достаточно массовым применением тяжелого вооружения. С утра, где-то около полчаса, нас начали бомбить десь минометами, габетами. Даже все еще не прокинулись. Кто был на посту, то сразу сповестили всех. И все сбегли в укритие. Ситуация там достаточно напряженная. Тем не менее, бойцы говорят, что с моральным духом у них все в порядке. Потому что за их спинами, их родные дома, их любимые люди, на защиту которых они и встали. Свои люди предпределить родным, друзьям, знакомым и всем, кто меня знает, и всей Украине. Привет! Слава Украине! И вот сегодня от боевых действий пострадали мирные жители. Под залп Града попал поселок Горское. Ракеты взрывались прямо на улицах, оставляя после себя достаточно большие воронки. Один из снарядов попал в сарай живого двора и полностью его уничтожил. Вот люди, которые живут в этом доме, в этом дворе, рассказали нам, что буквально за мгновение до удара они хотели спрятаться в подвале сарая, но замешкались. И вот тем самым спасли себя жизни. Ну это мой типа двор. И жена звонит в истерике, понимаете? Это, я не знаю. У них сейчас шок. А жена в это время в доме находилась? Ну, хотели в подвал, но как-то сработало у меня шестое чувство. Закинула малого в коридор и упала сама на него. Причем в момент удара по соседству в соседнем дворе тоже играли дети, и они вот так же буквально чудом не пострадали. Сидев, дед, с ними игрался. И оно начало на нас сыпаться, мы начали... Что нам сделали? Что, нас бомбили? Нет. Не бомбили? Нет. Мы в погреб не ховались? Да. Русаты себе, если бы на детину упала, вот так шла каблачина. Что было бы? Вот откуда прилетели ракеты, непонятно. Часть местных жителей обвиняет украинскую армию, а другая часть допускает, что ракеты могли прилететь с позиции ЛНРовцев, возможно, из Первомайска, ведь по соседству с их поселком расположены позиции украинских силовиков. Но вот, что понимаешь, достаточно ясно, оказавшись там, что местные жители устали от войны и в первую очередь хотят мира. Алексей. Спасибо, Руслан, за работу. Это был Руслан Смещук из Луганской области. От войны снова к выборам. Нехитрая арифметика в протоколах и Центр избиркоме. Протесты под окружкомами. Так считают голоса. Какие сегодня нарушения были? Посмотрите. В 132 окружкоме, это в Первомайске, ситуация до сих пор остается неопределенной. Центр избирком не может разобраться ни с мухрыми печатями, ни с подсчетом голосов. Председателя окружкома забрала скорая. Он написал заявление о снятии с себя полномочий главы комиссии. Еще вчера именно в этом округе данные протоколов расходили с электронными. До объявления победителя осталось обработать 12% протоколов. После поиска взрывчатки и отсутствия света в Великой Новоселке Донецкой области решили пересчитать голоса за одного из кандидатов. Это решение беспрецедентное и противоречит законодательству. Еще может привести к фальсификации результатов, заявляют наблюдатели. Потому как в процессе часть бюллетеней может быть испорчена. При фронтовой 59-й округ и без того в аутсайдерах по передаче данных в ЦИК. К 6 вечера здесь осталось обработать еще четверть протоколов. В округе за победу сражаются самовыдвиженцы Сашко и Манько. Разрыв между ними немногим больше тысячи голосов. Хотя по данным протоколов с мокрыми печатями эта разница в три раза больше. Эпопея с подсчетом голосов и оформлением протоколов в Новомосковске. Это 38-й окружком закончена. Минувшей ночью там подписали бумажные протоколы и увезли их в ЦИК. В округе победителем стал самовыдвиженец Вадим Нестеренко. Он набрал немногим больше 30% голосов. Результат его главного конкурента вдвое меньше. На протяжении двух дней здание окружкома пикетировали люди в камуфляже и балаклавах. Свозили сюда шины. Итогом выборов остались недовольны активисты так называемого штаба над защитой, которым непосредственно руководят люди Днепропетровского губернатора. А вот какой вывод сделали международные наблюдатели. Некоторые комиссии сделали ошибки. Это нормальный процесс. Это жизнь. Это все и у нас нормально. Когда кто-нибудь не впервые, он думает, почему он был, что это были фальсификации и так дальше. А в Днепродзержинске, здании 30-го окружкома в осаде пикетчиков, люди пришли с копиями протоколов данной, которых, как утверждают, разнятся с центры сберкомовскими. Требуют прекратить фальсификации. На семи выборчих дневницах были сфальсификованы протоколы. На местах прошло все без порушений, а при падении ВВК цифры изменивались. Нужно все посчитать наконец-то честно. И если граждане сделали свой выбор, то его нужно уважать. Рядом с ними группа поддержки кандидата-победителя. Это представитель блока Петра Порошенко, глава правления Днепрозота Александр Зубинин. Мы вышли поддержать его в трудную минуту. Мы хотим защитить свое право. Вчера окружком объявил результат. С перевесом в 61 голос Дубинин вырвался вперед. Его оппонент, самовыдвиженец Захарольский, собирается искать правду у президента и в милиции. Пусть политические силы теперь берут на себя ответственность за тех кандидатов, которые не привели. Пусть разбираются правоохранительные органы. Представители победителя подтасовки отрисают и свой результат обещают также отстаивать. Ольга Серова, Владимир Урбан, подробности телеканал Интер. Новый поворот на 138 округе в Одесской области. В ЦИК поступило уже почти 100% обработанных протоколов. Победитель есть, но проигравший хочет победу отменить в суде. Подробности узнаем у Андрея Анастасова. Андрей, здравствуй, мы тебя слушаем. Добрый вечер. На 138 округе осталось посчитать бюллетени с 7 участков, которым окружком назначил такую процедуру. И все. В принципе, можно составлять протокол о результатах голосования и передавать данные в ЦИК. Но неожиданно в процесс вмешался Игорь Учитель. Это главный конкурент Ивана Фурсина, который, судя по данным Центра избиркома, побеждает на этих выборах. Учитель и еще один кандидат Елена Золотарева подали иски в суд. Требует признать неправомерными действия представителя окружкома, а также признать недействительными результаты голосования более чем на 100 участков, как раз там, где побеждает Фурсин. Я связываю это именно с борьбой учителя, кандидата учителя против кандидата Фурсина, когда проигрался террором, не способен признать победу, победу своего оппонента. При этом, вопреки заявленным искам, официальные наблюдатели на выборах не заявляли о нарушениях, а кроме того, в окружком не поступали соответствующие жалобы и обращения. Более того, была миссия ОБСЕ, приходили наблюдатели, они тоже установили законность проведения выборов, и польские наблюдатели были, они тоже подтвердили, что выборы прошли в полном соответствии с законом. Сейчас, как сообщают мои коллеги из Одессы, судебное заседание по искам продолжается. В здание, к зданию суда, в здание суда приехали из поселка Ширяево люди, которые хотят поддержать Фурсина. Они сейчас находятся, несколько десятков человек находятся в коридорах, выражают свою поддержку, возмущаются и опасаются, что их волеизъявлением кто-то может сманипулировать. Напомню, что по данным Центра избиркома, Иван Фурсин уверенно выигрывает у своего оппонента, провластного кандидата Игоря Учителя, опережает его более чем на 6%. Мы следим за развитием этого противостояния, как поведут себя суды, по закону или по приказу. Студия. Спасибо, Андрей. Это был Андрей Анастасов из Одесской области. Ну а у нас в студии подробностей появились два политика, Настар Шуфрич и Виталий Ковальчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Поговорим мы с вами немногим позже. Я хочу, чтобы вы вместе с нами прослушали аудиозапись из интернета. Она появилась перед выборами. Вы ее наверняка слышали, как и наши зрители. Давайте напомним, как делили округа Игорь Коломойский и Давид Жвани. Прошу. Ну 59 поехало. А 49? Ну 49 и 50 уже полностью поехало. Там все уже. Да. А 59? Ну вот 59 сейчас. И еще какой? 49 и 52. 49 и 50 уже решено. Да. Осталось теперь 52 и 59. 52 и 59. А что ты так тяжело дышишь? Да, я просто сейчас смотрю, кто же там у нас, так сказать, его кандидат. Мы тебе напишем. Напишите. Давай. И по-помогу тебе вас. Ну смотри, ну 59 я отпускаю тоже. Ну хорошо. Это... И останется 52 и героический поступок. Хорошо. А скажи мне, а по Наташке там где-то... По 47-му что там? Я сейчас тебе и по нему сброшу. Есть, хорош там такой парень вообще-то. Даже наполовину грузин, кстати говоря, по маме. Кто? Кто? По маме. Сейчас сброшу. Брось. Причем, причем хочешь, я сейчас скажу? Еще и мегрел. Охренеть. Сбрасывай. Давай. Напомнили. Вы обратили внимание, что прозвучали все... Это предвыборная запись, сделанная за несколько дней до выбора. Вы обратили внимание, звучали те округи, на которых сейчас проблема с подсчетом голосов. Вы не случайно здесь появились с парень, как представитель партии власти, как представитель оппозиционного блока. Как вы можете прокомментировать то, что услышали, то, что сейчас происходит именно на этих участках? Кто хочет начать? Виталий Ковальчук или Настя? Я думаю, корректно было бы прокомментировать представителю власти, потому что, по имеющейся у нас информации, не только Днепропетровский губернатор и один из главных координаторов выборов провластного блока Давид Жвания, а это один из лидеров коалиционного большинства, а еще и один из поставленных сотрудников администрации президента Березенко давали прямые указания, по имеющейся у нас информации, которую мы сейчас проверяем, не читая, а то, в свою очередь, Продиусу, о том, чтобы иски, которые будут подаваться из Донецкой области, это сегодня юрисдикция Запорожского административного суда, чтобы принимались в пользу провластных кандидатов. Давайте дадим слово Виталию Анатольевичу. Виталий Анатольевич, это все-таки камень ваша город по поводу Березенко. Вы можете прокомментировать? Я хочу сказать наступное, что я не бачу тут какого-то камня в нашу сторону, потому что вы демонстрировали просто приватную разговору двух осіб, которые не имеют отношения к организации выборчого процесса, принаймні, с боку Блоку Петра Порошенка. И будь-якие закиды с приводу того, что выкорствовался админресурс, не имеют под собой будь-яких подстав, потому что все спостерегачи международные и все европейские краины, в том числе Россия, вызнала, что выборы отбулись, а выборы отбулись честно, демократично и прозоро. И впервые в истории Украины без выкористания админресурсов. Ну, это в общем, но единичные случаи на местах возможны или нет? Я не говорю о том, что это был обязательно админресурс, а это могут быть усилия какого-то одного из кандидатов. Я извиняюсь, как назвать ситуацию, когда, например, на 50-й округ заходят военные, просто проводят работу, после этого явка поднимается до 50%, как раз в том округе, где на президентских выборах была явка 17%, а средняя по всем соседним округам около 30%. И потом оказывается, что именно на это количество голосов побеждают кандидаты от оппозиционного блока. Герои Украины Байсарова, который всю жизнь там работал, директор шахты, на которой работают около 10 тысяч человек, которые однозначно пришли за него проголосовать. То есть это абсурд. На другом округе уже есть протоколы с мокрыми печатями, уже даже фиксируются в электронном варианте результаты выборов. Вдруг приходят люди, говорят, прекратите это все делать, мы требуем остановить, потому что мы хотим, чтобы победителем был наш кандидат. Но нельзя это делать с автоматом в руках. И это уже прямая, Виталий, извиняюсь, это прямая ответственность власти. Сегодня вы несете ответственность за то, чтобы выборы в стране были честными. И тем более в округах, где выиграли представители оппозиции, я думаю, что вы должны быть максимально внимательны и сдержаны в том, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений по поводу общих результатов этих выборов. И, конечно же, у нас есть результаты, зафиксированные в оригиналах, с мокрыми печатями участковой комиссии, а это база для любого переборщика. И это очень важно. Вот здесь копии решений участковой комиссии, которые подписали ваши представители, кстати. Я хочу означити наступное, что будь-який взвинувачивание с приводу каких-то манипуляций в процессе, а принайменьше, в подрахунках голосов, они должны быть объективными и достоверными. И в случае, если есть какие-то певные факты, то, безумно, их можно оскорбить в Центральной выборочной комиссии, в судовом порядке, что до этого мы закликаем наших политических оппонентов. Это первое. По-друге, я хочу также отметить, что представители бывшего режима Януковича на том, что 60-м округе наразе торпедуют победу кандидата от ЛОКа Петра Порошенко, когда, безумно, пан Лобянец выиграл выборочную кампанию, но с боку, с боку, с боку, с боку, пана Роженкова, и у вас сейчас дії, которые не хотят поставить под сумнів реально волеволивание граждан. Окрім того, хочу означити еще один из таких приклада 207-го округа, где, переконно, выиграл представник блоку Петра Порошенко Евграфова. Но вместе с тем, славназвестный генерал Тушок Рибаков сейчас пытается, с шляхом блокирования деятельности выборочной комиссии, или пытанием проработать голосов, создать результаты выборов. Поэтому мы на все эти случаи реагируем. Я хочу напомнить, что на прошлый недель президент Петра Порошенко подписал соответствующий закон, который посилует криминальную ответственность за порушение выборочного закона. Ну, будем надеяться на исполнение этого закона, господа, я вижу, что вам есть... Поэтому здесь все не так просто. А вот копии, оригинал находится в Запорожском суде. Ну, Нестор, я хочу знать, что сегодня у коалиції нынешней в Верховной Раде, я хочу заменять. Попередня, попередня, а він будет членом вашей коалиції. Господа, извините, я вижу, что вам есть о чем поговорить, но, к сожалению, уже вне эфира. Спасибо, что пришли. Это были Нестор Шуфрич и Виталий Ковальчук. И очень надеюсь на честный подсчет голосов, но это уже вопрос, наверное, не к вам. Продолжим выпуск. Поиск сигнала. Кто глушит подробности? Ответа ждут не только в Украине, но и в Европе. Об этом мы обязательно поговорим очень детально, но немного позже. А сейчас статистика. Главный источник информации в стране телевизор. К такому выводу пришел Киевский международный институт социологии. По результатам соответственного вопроса. Итак, более 80% украинцев узнают новости о ситуации в Украине из украинского телевидения. 31% читают новости в интернете. 29% слушают сарафанное радио от родственников и знакомых. И немало, 21% из российского телевидения. Вот эта графика показывает, насколько важно телевидение и почему нас, подробности, с конца августа и до сегодняшнего дня нещадно глушат. А виновных до сих пор не нашли. Почему так? Подробнее Максим Кошелев. Две недели назад специалисты государственного центра радиочастот комментировали глушение сигнала Интера вот так. Помеха проявляется очень редко в вечернее время. Поэтому надо ждать соответствующие технические рекомендации Украинского телевидения. С тех пор ничего не изменилось. Новостей от Укрчастотнадзора нет, от СБУ сегодня мы тоже так и не дождались комментария. Однако, кроме сугубо технических аспектов, спутников, антенн и радиочастот, блокирование нашего телесигнала – это не только уголовно наказуемое, несанкционированное вмешательство в работу сети электросвязи, а еще и прямое ущемление прав украинцев. Правозащитники утверждают, наша страна имеет международные обязательства и, согласно им, должна гарантировать право на информацию. Это прямое нарушение прав людей, конкретно прав человека на получение информации. Государство обязано обеспечить эффективное расследование таких фактов, установить лиц, которые это осуществляют и привлечь их к ответственности. Медиа-юристы говорят, государство имеет достаточно разных контролирующих служб. И они прекрасно работают, когда речь идет, например, о распределении частот или начислении штрафов. А в случае с глушением нашего сигнала, эти государственные органы должны найти заказчика и исполнителя частотной атаки на информационное вещание нашего канала. Но с другой стороны, если вот такие препятствия создаются третьими лицами, вот кем-то, государство просто обязано проводить эффективное расследование. Если этого и не происходит, значит государство нарушает Европейскую конвенцию. У нас есть и ОКР частот нагляд, у нас есть и Дашком телерадио, есть и специальная нацкомиссия, которая занимается этими вопросами. Вот это вопросы их координации. Кто бы это ни был, это все агенты государства. Пока же и от контролирующих служб, и от силовых ведомств слышны лишь обещания разобраться. Или будут разбираться уже госструктуры, когда этого потребует Европа, куда мы все так стремимся. Вряд ли тогда обойдутся отговорками. Будут конкретно ответственные в суде. Максим Кошелев, Игорь Сулий, подробности телеканал Интер. Вот как на Западе реагируют на то, что нас, информационное вещание, а это подробности, черное зеркало, подробности недели глушат. Подробнее мои коллеги из Москвы, Вашингтона, Лондона, Иерусалима и Брюсселя. О том, что такое оглушение программ, хорошо знают выходцы из махрового Советского Союза. Тогда все радиопрограммы и за границей, и из капстран глушили, дабы не искушать советского человека тлетворным влиянием Запада. Чтобы услышать голос Америки или русскую службу Би-Би-Си, колдовали у транзистора часами. Но европейцу даже объяснить сложно, что неугодные программы просто пытаются убрать из эфиров. Они этого не понимают. По мнению брюссельских экспертов, это странный пережиток. В Европе, на моей памяти, такого не было. Но, во-первых, нужно выяснить, чьих рук это дело. Если со стороны России, то хорошо бы путем переговоров искать компромиссы. Если же это делают украинские власти, необходимо обращаться во все инстанции, вплоть до Европейского суда. Впрочем, новейшие истории глушения тоже присутствуют. Практически все диктатуры нынешнего времени пытаются влиять на то, что смотрят и слушают и граждане. В ответ на просьбу прокомментировать историю с глушением подробностей, подробностей недели и черного зеркала, израильские специалисты буквально разводят руками. Здесь такое, в принципе, невозможно. Во-первых, по техническим причинам. Современные технологии и небольшая территория легко позволят засечь такое устройство за считанные часы. Во-вторых, Израиль никогда не практиковал политического глушения арабских каналов. Хотя имел для этого, прямо скажем, все возможности и основания. Любой арабский канал может вещать на территорию еврейского государства, а дальше уж выбор зрителя, смотреть его или нет. При желании здесь даже можно поймать сигнал телеканала Алякса. Это официальный орган Хамас и более враждебное СМИ трудно даже представить. Глушение каких-то частот, это тоже использование частот, не по своей прямой задаче. И поэтому у нас в Израиле, в всяком случае, можно за это схлопотать большой срок и штраф. В частности, у нас были такие проблемы с палестинской автономией. Но так как у нас все-таки технология развита лучше, то в конечном мере они достаточно полюбовно, мы пришли с ними к соглашению распределить частоты. Пример Израиля скорее исключение. Наши соседи постоянно занимаются глушением иностранных телеканалов, в том числе, кстати, и израильских. Турция глушит курдские каналы, Сирия, катарские и турецкие. Все зависит от конкретной политической конъюнктуры. Но рекордсмен здесь, конечно, Иран. Исламская республика уже давно занимается глушением практически всех иностранных телеканалов, которые вещают через спутники на ее территорию. И до тех пор, пока Иран это делает, он будет находиться в изоляции. Американские масс-медиа глушат довольно часто, в основном в странах Ближнего Востока, и особенно часто там, где неспокойно. Два года назад это было в Иране, глушить стали сигнал персидской редакции «Голоса Америки». Телеканал «Аль-Джазира» также подвергался массированным атакам во время арабской весны. Призывы соблюдать международные договоренности абсолютно ни к чему не привели, поэтому пришлось попросту менять частоту. Поймать злоумышленников сложно, но можно. Дело обычно привлекает специалистов из Международного коммуникационного союза. Если сигнал глушат на стадии его раздачи со спутника, то тут это уже считается международным преступлением. За это положен внушительный срок. Самый хрупкий сигнал это тот, который распространяют с помощью наземных антенн. Спутниковые защищены чуть больше, но их, к сожалению, уже давно научились атаковать. Атакам подвергается вещание «Голоса Америки», а также компании BBC на территории Китая. Там используют новые технологии джеминга. Именно так тут называют атаки на сигналы, с которыми порой бывает очень трудно справиться. Но в любом случае свобода слова и свобода пресса в Америке гарантированы первой поправкой к институции. Поэтому любое нарушение этих прав здесь считается довольно серьезным и тяжким преступлением. В новейшей истории России неугодные каналы не глушили, их просто продавали другим владельцам. Так было с НТВ в 2001-м, когда редакционная политика вещателей изменилась до неузнаваемости. Несколькими годами позже та же участь постигла и РЕН-ТВ. Он попал в руки братьев Ковальчуков. Это люди из ближайшего окружения Путина. Те, кто остался работать в независимых СМИ, количество которых резко сократилось, теперь предостерегают Украину от повторения ошибок северо-восточного соседа. Что на украинских каналах и на интере тоже, естественно, реальные люди, реальные, невыбранные позиции и мнения назначенные. А есть и такая вещь, как ток-шоу, особенно то, что ведет мой коллега и друг Жень Киселев. Это абсолютно реальная вещь, которая к размышлению и ведет. Абсолютно невозможная ситуация. Хорошо понимают нас, сотрудников подробностей, и сибирские журналисты. Так выглядел пикет в защиту, пожалуй, единственного независимого регионального канала России в Томске. ТВ-2, одним из первых сообщил о протестах в Москве после парламентских выборов 2011-го, активно освещал события на Майдане. Причем его форма изложения сильно отличалась от федеральных каналов. После чего этой весной на передающей вышке неожиданно сгорел ретранслятор, а местные власти запретили телевизионщикам его менять. Политически независимым тоже возможно быть, но нужно понимать, что ты рискуешь, идешь на определенные риски, и каждый раз, делая какой-то выбор, ты понимаешь, что будут последствия. Кстати, телеканал Дождь, некоторая программа которого ретранслировала Томская ТВ-2, теперь тоже не в фаворе. За обсуждение альтернативной версии блокады Ленинграда их отключили из большинства кабельных сетей, а потом и вовсе попросили покинуть помещение. Комментариев они сегодня не давали, вовсю заняты переездом. В Великобритании, как в никакой другой стране, знают, что глушение сигнала – это не пережитки холодной войны, а вполне современная технология медиапропаганды. Телеканал BBC и его международная служба не единожды заявляли о предумышленном вмешательстве в трансляцию, особенно на Ближнем Востоке. Но вот в самом Соединенном Королевстве такое исключено. Конечно же, этим немедленно должен заняться соответствующий орган в Украине. К примеру, у нас есть независимый регулятор, который осуществляет надзор за всеми телерадиовещательными компаниями и контролирует, чтобы все придерживались правил, то есть обеспечивает людям возможность иметь четкий сигнал, исключает вмешательство в трансляции. Если бы вещанию и препятствовали, кто бы этим не занимался, конкуренты или просто злоумышленники, то в Великобритании они были бы сразу же найдены и тут же предстали перед судом. Но глушить тут и в голову никому не приходит. Светлана Чернецкая, София Гордиенко, Сергей Ослендер, Дмитрий Еловский и Данила Русаков. В подробности – телеканал «Интер». И вот еще одно мнение, мы его записали буквально перед нашим эфиром. Это независимый российский журналист Архан Джемаль. Я помню только такой факт, что Советский Союз обрушили полоса Мефики. Но это была идеологическая борьба, достаточно неэффективная и неинтересная. В основном подогревала интерес у определенной части населения к содержанию этих передач. Другого эффекта заметно не было. Мы очень надеемся, что и правительство, и президент заинтересованы в том, чтобы найти тех, кто глушит наш эфир. И заинтересованы в демократических ценностях на деле. Ну и о другом кризисе – газовом и миллионах, которые осваивает группа «Приват». Как вместо срока за кражу получить огромную прибыль? Подробнее Оксана Григорьева. Кабинет министров нашел решение к газовому кризису. Нехватку голубого топлива заменят мазутом. Им будут топить на теплоцентралях. Мазут в правительстве хотят получить из технологической нефти, которую группа «Приват» еще весной незаконно выкачала из трубопроводов. Все вроде бы хорошо, но вот только тепло выйдет для украинцев золотым. Стоимость инфекционного количества мазута для замены тысячи кубов газа – это 480 долларов. Насколько это выгодно? Ну, наверное, совсем не выгодно. Я думаю, что народ не просто взводит, а потеряет сознание, когда ему принесут счет за это тепло. Переработку нефти в мазут хотят доверить приватовскому Кременчудскому НПЗ. Эксперты уверены, таким образом руководители «Привата» хотят спасти от уголовных дел за кражу 606 тысяч тонн нефти. Обращения прокуратуры никуда не исчезли. То есть, грубо говоря, есть ряд проблем, которые, скажем так, могут аукнуться группе «Приват», если они, допустим, несанкционированы осуществлять переработку этой нефти. Другое дело, что помимо мазута, который будет произведен, появятся также световые нефтепродукты. Бензин не будет сжигаться на теплоэлектроцентралиях. Он будет поставлен либо в розничные сети автозаправочных станций группы «Приват», либо там еще куда-то. Но главная цена. Краденую нефть на заводе олигарха Коломойского оценили в 20 раз дешевле рыночной стоимости. Разница – сотни миллионов долларов. Я вообще не понимаю, в каком мы государстве находимся и о чем мы говорим. При цене нефти 800 долларов за тонну мы за 500 гривен хотим отдать кому-то эту нефть. Сумма воровства, за которую люди становятся вице-премьерами, депутатами Верховной Рады. Потому что у нас за 100 долларов могут дать три года, а за 100 миллионов вы будете депутатом. Если схему таки провернут, стране еще придется потратиться и на переоборудование теплоцентралей. Работать на мазуте могут лишь единицы ТЭЦ. И вопрос, где те самые спецы, которые ходят по таможням и ищут лазейки для контрабанды? Где та команда неприкасаемых спецов, которая бы занялась приватовскими аферами? Оксана Григорьева, подробности, телеканал Интерт. Все на сегодня. Завтра в этой студии с вами встретится моя коллега Наталья Белышева. Я же прощаюсь до пятницы. Увидимся в «Черном зеркале». Редактор субтитров А.Семкин